Обратите внимание, какая у нас погода. Сегодня 22 марта. И у нас так красиво. Я считаю, что так красиво. Мы зимой такой красоты не видели, а сейчас вот как красиво. У нас до этого было очень тепло, 15-12 градусов. А за счет карантина все люди дома, пошли в лес, пошли в парки, все гуляют. Шашлыки жарят, хотя по телевизору все время предупреждают сидеть дома. Но никто практически не сидел дома, особенно с детьми. Здесь на площадке у нас ужас, много народа было, детей было много. Хотя призывали к тому, что это не каникулы, а это карантин. Ну такая погода, я думаю, всех остановила, всех заставила сидеть дома. То есть погода нам благоприятствует для того, чтобы мы сидели дома. И это правильно. Зато любуемся с окошка. Вот как красиво, ну правда красиво. Красота. Мы как бы соскучились за такой. Конечно, 22 марта это не... Конечно же, 22 марта это не нужно, такую погоду. Но для такой ситуации, как сейчас в мире, то лучше такая. Лучше такая и сидеть дома и наблюдать из окошка. Я в данный момент на балконе. Здесь моя рассада, не знаю, нужна ли она будет вообще. Но я надеюсь, что это все пригодится. Пригодится. Я думаю, что пригодится. Все будет у нас хорошо. Мы все победим. Я думаю, все будет хорошо. Не знаю. Рассаду выращиваю пока. А там будем посмотреть, да. Помидорки. Скоро нужно уже пикировать. Моем хлорофитом, который мы вместе с вами сажали. Перцы тоже подрастают. Кто-то мне писал, что очень маленькие. Нет, нет. Они как раз вырастут. Они у меня когда... Как бы я объясню. Когда они у меня вырастут... Сейчас объясню, почему они медленно растут. Когда они у меня проклюнулись, я их выношу на подоконник второго плана. То есть, вот это у меня балкон. В данный момент балкон. Это как бы первого плана окно. То есть, солнце попадает сюда. А есть окно, которое в комнате. Перед балконом, будем говорить. За балконом. Это называется, ну, будем говорить, второго плана окно. Там темно было. Как бы не сильно растение понимало, что нужно расти быстро. И оно задержалось. Плюс на балконе еще ночью холодно. И оно потихонечку не спешит расти. А и не нужно. Потому что, видите как, весна ранняя. Ну, вот какая, вот какая весна. И вы знаете, я смотрела на месяц. Там, ну, в Гесметио на месяц вперед. Ночью минус 3, минус 1 бывают. В общем, будет нам еще. Не будет жарко. Так что, все вырастет. Я считаю, что успеем мы с рассадой. Это лучше, чем она перерастет. Опять же, касается это меня. Потому что у меня нет теплицы. Мне некуда ее вывозить пораньше. Если есть теплица, то там вообще разговоров нет. Там все по-другому. А мне достаточно такой. Вот покажу. Вот такой. И все будет хорошо. Вот она какая. Успеем мы с рассадой. Это лучше, чем она перерастет. Я уже говорю еще раз. А помидорки, томатики, вот нужно уже пикировать пораньше. Вот что солнце делает. Потянулись. Ну, ничего. Помидорки не страшно. Томатики можно заглублять. Поэтому заглубим в землю. И все будет хорошо. Не первый год, я вам скажу. Я занимаюсь рассадой. Поэтому я, как наукраинский, могут сказать, не переймаюсь. Все будет добре. Вот. Это перчики. Перчик вот такой. Вот перчик. Что здесь еще? Это хлорофит. Здесь у меня соседка по даче, Наталья, дала фуксию, которая у нее зимовала в погребе. В погребе без листиков. Я обрезку сделала. И вот, если, Наталья, ты смотришь меня, посмотри на свою фуксию. Вот она какая красоточка. Листики уже пошли. Сразу накрывала кульком. То есть, вот так сделала. А делала кулечек. Было сплошное. То есть, погреба Наташа достала. Были полностью деревяшечки. Я укоротила эти веточки. И вот, пожалуйста, смотрите. Растет. Это я черенкую свои кулиусы. Не сеянцы, а свой кулиус. Который у меня был. Который у меня каждый год как бы. Мне он нравится. Это, помните, мы с вами вместе ставили в воду фикус бенджамина. Уже тоже посадила. Корешки дал. Не показала вам. Но там уже корешки. И я уже посадила в землю. Посадила в грунт. Пусть растут. Это фуксия тоже. Тоже Наталья мне дала. Соседка по даче. Она дала мне. По-моему, это был. А нет, она мне дала с горшочком. Но он был очень маленький череночек. Вот он маленький еще. Вот это, наверное, я здесь вот обрезала. Ну, посмотрю. Может, это тоже обрежу. А так, скоро буду, скоро буду, видите, какой лес густой. Это кульвусы, которые я сеяла. Вот они показывают. Сейчас поднимаю. Показывают цвет. Я жду. Почему жду? Вот, видите, как? Мне зеленых надо меньше. Я люблю больше цветные. Вот как они покажут цвет. Как только покажут они свой цвет, как бы, да? Вот. Как они покажут свой цвет, сразу будем черенковать. Сразу будем пикировать отдельно в стаканчики. А может, в большую плошку просто посажу. Посмотрю. Я еще не решила, куда их буду девать. Работа есть, но на дачу очень хочется. На дачу хочется, но посмотрите, какая погода. Я вам скажу, мы были на даче дня три тому назад, по-моему. Я видео выпущу. Где-то и хорошо, что такая погода. Душа меньше болит, что хочется на дачу. Покажу вам. Вот через час, после того, как я снимала видео с балкона, до сих пор идет снег. И обратите внимание на красоту. Повторяюсь, зимой такого не было у нас. Зимой такой красоты мы не наблюдали. Волшебно. Волшебно все. Вот так позитивно смотрим из окна и получаем позитив. Природа дарит нам маленький позитив. И очищает воздух. Я думаю, что воздух будет после этого чище. Вся гадость упадет на землю. Конечно же, земля никуда это не денет, но хоть в воздухе будет чище. Потому как нам рекомендуют открывать окна, проветривать все время, то теперь будет хорошо. Показываю вам, как красиво. И никого. И никого. И никого. Посмотрите. Ни одного человека. Все любуются из окна. Обратите внимание, как красиво. Нам сама природа подсказывает, чтобы мы сидели дома. Видите как. Мо Damn com. Продолжение следует.